Библия Библия — это Слово Божье. Скажи Аминь. Но есть еще, кроме термина Слово Божье, есть термин Истина. Разве это не одно и то же? Не одно и то же. Истина, не всякое Божье Слово в настоящий момент времени является истиной. Ну, ты загнул, короче, да. Смотрите, истина — это Иисус. И когда пришла истина, огромная часть Божьего Слова, которое было сказано раньше, было просто нейтрализована. Скажи, ну, мы это, в принципе, слышали. Отлично. Я теперь хочу сказать одну вещь. Что большинство учений, которые сейчас проповедуются в церквях, они все из Ветхого Завета. Большинство. Процентов девяносто, наверное, восемь. Вот так вот. Когда они берут учиться, например, за отцовство, это все Ветхий Завет. В основном все цитаты. Елисея, Илья и все оттуда. Когда они берутся учиться за деньги, это все из Ветхого Завета. Все цитируют из Ветхого Завета. Понимаете? Написано, что Он учением взял и пригвоздил все, что было написано против нас. А что было написано против нас? Буква написана. Убивает. Любое правило Ветхого Завета было пригвождено ко Кресту. Когда мы сейчас говорим, например, смотрим, написано, да, ну, мы читаем что-то в Новом Завете, а потом в Ветхом Завете читаем, а там написано по-другому. Например, там, не есть свинину, да? Ну, в Ветхом Завете написано. То есть, если Слово Божье все истинно, тогда не ешь свинину. Сказать, так что ты хочешь сказать, что это не Бог сказал? Это Бог сказал. Но теперь это не истина. Истина теперь — это Иисус. Понимаете? Поэтому не все, что изрек Бог за все существование человечества, является истиной для тебя. Кипят, ну, не кипят, но противятся мозги, да? Привыкли, что? Это в Слове Божьем написано. Конечно, написано. Это написано в Слове Божьем. Но пришел Иисус и сказал, я есть истина. Теперь живи вот так, как я. Исполнил все, что было в Ветхом Завете написано, и это стало больше не нужно. Еще раз говорю, это стало не нужно, потому что это было исполнено. А он сказал, что... Некоторые говорят мне. Но он сказал, ни одна черта из закона не придет, пока не исполнится все. Все исполнилось. Теперь не будет небо и земля приходить, а придет то, что было написано в Ветхом Завете. Ах, круто, да? Поэтому, дорогие, смотрите. Сейчас самое главное для новозаветного человека это обновление ума. Я неспроставьте вещи, говорю, вникайте, это очень важно. Вы слышите меня? И евреи жили в то время, когда они стояли как на пороге. Они только-только перешагнули вот этот рубеж. Ветхий Завет, Новый Завет. И большинство апостолов, они все еще жили, соблюдая весь закон. Они приносили жертвы и в то же время проповедовали Евангелие. Первый, кто конкретно бросил вызов и перестал вот это все соблюдать, был Павел. Почему, когда вы, если оглянетесь, или вот я знаю лично, я спорил с исламистами разными и религиозниками, в основном весь бунт против Библии направлен на учение Павла. Исламисты конкретно считают Павла еретиком. Типа, что он лжец, самозванец и так далее. Но Бог даже, его представьте, что Павел, как апостол, он был избран не таким образом, как были избраны все другие апостолы того времени. Не так. Вы видите это в Библии? Даже когда он пришел в Иерусалим, если вы читали Деяния, я неспроста сегодня это говорю, он когда пришел в Иерусалим, там знали, что Павел он учит не так. Иаков позвал его, представьте, и говорит, сейчас тебе надо аккуратненько, очень тут все сделать. Говорит, потому что ты, когда войдешь в храм, тебя убьют моментально. И знаете, кто это хотел сделать? Это хотели сделать христиане. Все думают, что за Павлом охотились фарисеи. Уверовавшие люди в Иисуса, они продолжали соблюдать закон, продолжали делать обрезание, но просто говорили, Мессия пришел. Они не понимали, что теперь вот то, что они соблюдали раньше, это теперь не надо. Они настолько были, ну представьте, они веками в этом жили. Это как отказаться от коммунизма. Он в мозгах сидит, как ты от него откажешься. И представьте, что они уговорили его сделать. Они говорят, тебе надо взять и принести жертву в храме. То, чего Павел уже давным-давно не делал. Говорит, тебе надо взять каких-то двух человек, обрезать их, обрить им головы. Ну, чтобы все выглядело так, представьте, они его на что уговаривают. Павел, который в своей вере, он уже отошел от этого всего. Они его заставили, уговорили сделать так, чтобы люди подумали, что он все еще соблюдает закон. И это делали апостолы. Иаков, то есть конкретно Яков ему говорил об этом. То есть Яков, вот если я так, я не хочу на него тень бросить, я просто вам показываю, в чем жили тогда. Иаков ему сказал, тебе надо войти в храм так, чтобы все думали, что ты соблюдаешь закон. И он начал очищаться, соблюдать дни очищения, приносить жертву, там, деньги кому-то дал, на то, чтобы обет перед Богом исполнить. По сути, ну, если так говорить чисто правду, он притворился по настоянию апостолов. Знаете, что это означает? что апостолы, они сами закон соблюдали, иначе бы их побили камнями. Никто об этом никогда не задумывается, думает, что с тех пор, как день Пятидесятниц настал, все апостолы перестали соблюдать закон. Нет. Они продолжали еще в этом жить. И первый, кто дал миру учение о том, что это не надо, это был Павел. Поэтому, когда мы читаем Павла, учение, он говорит, как просить у Бога. Он говорит такие слова. С благодарением открывайте свои желания перед Господом. Говорит, и мир Божий, который выше всякого ума соблюдет ваше сердце и помышление во Христе. То есть, он говорит, для того, чтобы тебе решить с Богом свою нужду, тебе не надо просить. И Павел больше всего учит о том, что Бог уже тебе все дал. Вы здесь? И, конечно же, у Павла тоже, наверное, возникал вопрос. Так если Бог нам все дал, ну, у него не возникал вопрос, у него было откровение. Что если Бог нам все дал, так что просить? Еще Иаков, он учит в своем послании. Кстати, послание Иакова, это первое было послание из всех новозаветных посланий. Чтобы вы знали. Оно где-то в 65-м году было написано. Наша эра. Видите, иногда полезно знать, да? Послание Иакова было написано первым. И Иаков, он пишет, почему вы не получаете? Он говорит, потому что не просите. И вот снова мы сталкиваемся с тем, что надо просить. Он говорит, ну, хорошо, просите не получается, потому что у вас вожделение. Вот так учил Иаков. А вот как учит Павел. Он говорит, какое бы у тебя не было желание, открой его перед Богом и благодари за то, что у тебя все есть. отличается, правда? Смотрите, здесь есть путь. Ты начинаешь просить, имея в виду, что у тебя этого нету. Ты начинаешь следить сам за своими вожделениями. И Иаков говорит, что если у тебя этого, ну, ты хочешь с вожделением, поэтому ты можешь этого не получить. Павел предлагает вообще путь, по сути, вообще отсутствие всякого пути. Он говорит, тебе надо просто открыть свое желание, даже если оно неправильно, мир Божий войдет туда, наведет порядок у тебя в мозгах, говорит, и благодарить за то, что Бог тебе все дал. В основном все сводится к тому, что людям просто объясняют, что у вас ничего нету, а есть у нас, и вам надо прийти к нам. Это верующим людям. Я сам себя ловлю на мысли, за то, что если я сейчас начну говорить людям, что у них все есть, логичный вопрос, зачем ты мне тогда нужен? И я когда спрашиваю Бога, зачем я ей нужен, так мне Бог и отвечает, так ты им не нужен, я им нужен. И еще раз, и еще раз, то, что я говорил раньше, он мне вот эти маменькины, сынки мои проповеди, то, что я говорил, ты нужен, знаешь, как написано, что закон детоводитель ко Христу, наставник представлен, на малый период. Точно так, как родители, вот задумайте, ну даже вот родители, снова мы к этой теме возвращаемся. Родители нужны, даже не на половину жизни. Я сейчас нужны, говорю, в здравом смысле, не то, что пошел вон там, а в здравом смысле. То есть он нужен на самое малое время. Любой ученый скажет, что в 13 лет ты уже практически никакого там, уже изменить не можешь. надо было вот в этот период где-то с 7 до 13 в эти 5 лет вложиться, чтобы приобрести его душу для правды. А до этого сплошная дрессировка, как собачка. Понимаете? Поэтому родитель, а человек, ну считается, что ну пусть, ну 70, при большей крепости 80, кто-то больше живет. Ну что такое вот эти там 13 лет, 3 из которых он даже не в памяти. Ну то есть 10 лет тебе дано, папа, мама. Десяточка. Это так мало. А сегодня появляется духовный момент, в котором говорят, а я тебе нужен на всю жизнь. Я тебе не нужен на всю жизнь. И многим из вас, если честно, лично я, как наставник, уже не нужен. Вы просто все еще топчетесь на месте. Я иногда у Бога спрашиваю, так что им еще сказать? И вот это время, оно заканчивается. Многие люди, они не сделав никаких шагов для самостоятельной жизни, они просто отпадать начинают. Они понимают, что и я им уже не нужен, но и себя они еще не нашли. Вот так вырывается смоковница, которая место занимает. Она просто отпадает, засыхает. Теперь. Когда людям говорят, что... И это очень огромный вопрос. Я вам просто делюсь, вот как, знаете, как с родными людьми. Ты оглянешься по сторонам, он весь мир так устроен. Даже государство. Так что делать? Вот что делать, я сегодня хочу об этом поговорить. моя сегодня тема, она так и называется, освобождение от влияния. Суть Евангелия заключается в том, чтобы сказать людям правду. Правду о том, что они свободны. Да? Правду о том, что дьявол, он больше не имеет никакой власти. Сказать людям правду о том, что у них все есть. И когда я это перечисляю, скажите, что из этого, что я перечислил, даю я как проповедник? Ничего. Вообще ничего. То есть в тот момент, когда проповедник, или пастор, или какой-то служитель вдруг начинает говорить, что он что-то может дать, он гребет под себя. На самом деле, он может открыть глаза и просто сообщить информацию духовную, что у тебя есть, все, тебе не надо больше так жить. Прикинь. Представляете? Так просто. Если бы большинство людей знали правду, например, в государстве, мне даже стремно предположить, чтобы здесь было. На самом деле, все просто управляемы, потому что правды не знают. А как оно там что? Тебе сказали, грядет экологическая катастрофа. И все. Побоялись, побоялись. Мы все умрем. Настанет ядерная зима. Там говорят, знаете, чтобы с этим бороться, нужно ввести налог экологический. Все сдаем деньги. И все сдают деньги. Но если бы ты сейчас узнал правду, что никакой экологической катастрофы не грядет. Это раздутая проблема. Уже даже пишут об этом. Все болеют гриппом. Грипп смертелен. Надо всем привиться. Он в той фирме. И все такие, а-а-а, и побежали в эту клинику. А если бы знали, что, ну, может, там вообще гриппа никакого нет. И так далее, и так далее. Вот когда мы говорим об этом за мировое управление или государство, нам это понятно. Ну, да, понятно дело, наживаются на нас. Так в церкви всё то же самое. Говорят, помазание есть. Берут Ветхий Завет и говорят, смотрите, Бог помазал. Моисея, Елисея, там ещё кого-то. Мы читаем за Моисея и Елисея, что это все избранные люди. Один из миллионов. И кто-то приходит и говорит, это я сейчас. В наше время вот Бог тоже поднимает вот такого человека. И всё, и так далее, и так далее. Но Новый Завет говорит, что мы, цари и священники, такого понятия, как один какой-то избранник, там, да, или вот это всё. Ну, вообще его нет. Нет в Новом Завете этого. Наверное, церковь первенцев. Могут ли быть все первенцы? Это чудо, но могут. Не существует ни у кого. Вот теперь послушайте внимательно. Не существует такого понятия, как дедушка во Христе, прабабушка во Христе, все дети. То есть, если между мной и Богом есть какой-то человек, и он мой отец, например, значит, я дитя этого человека, значит, тот, кого приведу я, это уже внук этому человеку. Он родил меня, я родил его, тогда мне спрашивается, прошло две тысячи лет, кто же я тогда Иисусу? Он тогда мамонт для меня вообще. Какая-то, знаешь, как ты за свою предка, если тебе сказать, ты бы хотел познакомиться с человеком, кто был твоим прямым предком тысячу лет назад. Вот ваша встреча, она ничего вообще не дает. А зачем он тебе? Важнее тот, кто вот здесь сейчас. То же самое с Иисусом. Когда за Него говорят, что это отцы передали нам веру, какие-то отцы, Иисус становится не нужен. Ну, что мне за дело до плотника, который тысячу лет назад был? Ну, хоть бы даже он Богом был. Но он был. А когда он был, это значит, что он не есть. Это обман. Поэтому Иисус, предвидя это, знаете, сколько надо пройти, чтобы получать такие вещи? Иисус, предвидя это, он просто сказал, отцом никого себе не называйте. Вообще никого на земле. Как только не обходили это учение. Как только его не обходили. И Павла цитировали. Вот, знаешь, Бог меня один раз посадил и сказал, запиши проповедь маменькины сынки. Я ее записал. На самом деле, до многих еще даже не дошло, что это вообще революция. В настоящем религиозном мире. Поэтому, смотрите, сейчас вот Бог, Он реально, я вам показываю, что в мире творится. Он и поднимает таких людей, которым ничего не надо ни от кого. И которые могут говорить все, что угодно. Люди, которые поотказались от этих карьер религиозных. И которым ненавистна эта система. Это люди не те, которые будут просто рушить чьи-то системы. Это люди, которые будут просто высвобождать людей в нормальную соль, о которой говорил Иисус. Каждый на своем месте что-то делает. Чем-то служит. Несет самое главное вот эту истину о том, что у тебя все есть. Когда ты это начинаешь говорить, у человека не возникает лихорадки, что ему куда-то надо бежать. Управление в своей жизни напрямую связано с освобождением от ненужного влияния. Вот я такой заявляю это. Прежде чем ты будешь реально чем-то управлять, тебе нужно освободиться от влияния. От ненужного влияния. Во-первых. Во-вторых, от влияния обстоятельств. Я сейчас говорю одновременно из-за негативного влияния, есть влияние такое нейтральное, просто есть обстоятельства. Невозможно управлять тем, под чьим влиянием ты находишься. Никогда в жизни, если ты находишься под влиянием обстоятельств, тебе не управлять обстоятельствами. А как под ними не находиться, если они мной управляют? Это все здесь. Пример. Четвертая книга «Цар», шестая глава. Мы сейчас его рассмотрим. В принципе, это и есть мое учение на сегодня. Вы чувствуете, что это вообще новые вещи вообще? Я имею в виду для нас. Что это все не так, как раньше. Давайте. Четвертое царство, шестая глава. Открываем. Скажи кому-то рядом, у тебя все есть. А ну говори быстро. Быстро, 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 быстро. Но если у тебя нет, обращайся ко мне. Значит, там была такая история. Она очень известна, ее всегда рассказывают все проповедники, в зависимости от того, что хотят от людей. Я сегодня рассказываю для того, чтобы для людей. Значит, написано, что… Ну, я вкратце расскажу историю. Елисей – это был пророк. Значит, этот пророк, он был в Израиле, а в это время Израиль воевал с другим государством. И самое интересное, что война была очень интересная. Как только сирийский царь хотел взять Израиль войной, Елисей быстренько эти планы узнавал в духе и стучал своему царю. Говорит, они вот сядут там-там, сделают засаду здесь-здесь. Поэтому, имей в виду. И каждый раз все подтверждалось. То есть, приходило войско израильское, и все эти планы, они расстраивались. И вот царь этот, представьте, сирийский, он говорит, среди нас какой-то стукаш завелся, потому что как только мы что-то планируем, они сразу все знают. И один человек, который слышал из-за этого Елисей, он говорит, не, царь, дело не в этом. Ты здесь? Дело не в этом, говорит, а дело в том, что есть у них пророк, который, как только ты, говорит, в своей даже спальне что-то скажешь, он уже знает. Ты бы хотел, чтобы среди твоих врагов был такой пророк, что он знает все, что ты в спальне делаешь. А вот он был таким человеком. Он сразу раз, все услышал, своему царю предупредил. Хорошо тогда царю было. Никакой тебе войны. Только враг что-то задумал, пророк раз, и все разоблачил. И вот царю сирийскому эта ситуация надоела. Пророки, они всегда надоедают разным царям. И он берет и говорит, собрать спецназ туда, окружить город, взять этого пророка, говорит, и он будет работать на меня. Ну, или там, убьем его. И вот утром, поутру, значит, помощник Елисея выходит, написано 15 стих, поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, кони, колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? Увы, это крик паники. Что нам делать? И вот что отвечает ему Елисей. Он говорит, 16 стих. И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей. Вы здесь? И молился Елисей и говорил, господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями, колесницами огненными вокруг Елисея. Класс, правда? И смотрите, что происходит. Я когда эту историю читаю, думаю, ну вот интересно, там же физическое войско пришло. А Елисей говорит, открой ему глаза, нас больше. И там раз, и ангелы стоят, там колесницы огненные. И как бы возникает логический вопрос. Как вот это все будет сражаться между собой, да? Физическое и духовное. То есть, кажется, физическое более внушительно выглядит. Вот когда танк на тебя едет, столбы валят, да? То деревья сносит. То оно как-то более убедительно, чем то, что там в духовном мире, оказывается, нас больше, ты не переживай. Вот танк, он уже едет. Но, тем не менее, Елисея почему-то это не волновало. Я хочу вам показать. Он начал молиться Богу и говорит, открой ему глаза. И вот я хочу сейчас сделать первый вывод. Когда у тебя обстоятельства, а не на самом деле физическая реальность, которая существует вокруг тебя, она на тебя влияет. И ты не можешь никогда управлять никакой физической реальностью по одной причине. Потому что она на тебя влияет. Всякий раз, когда ты хотел что-то изменить, даже усилиями, каким-то беготнёй, или даже молитвой неправильной, там, например, да? Вопрос в том, что ты не можешь ничего изменить, пока на тебя это влияет. Ну, танк, он же едет, всё, не может это изменить. Ну, войско стоит возле города. Причём здесь эти ангелы? Ну, я никогда... И, знаете, история дальше показывает о том, что все эти невидимые войска, они не вступили в схватку с физическим, с физической армией. Логически было бы завершение, да, если бы он ему показал это, говорит, а теперь смотри. И вдруг все стали падать, кровь, там, знаете, головы отлетают. Ты думаешь, кто их рубит? Они не видят, а их рубят. Представляете? То есть зачем это войско он ему показал? Это войско так и не вступило в схватку. Ничего не произошло. Теперь я вам показывал, смотрите, ключ к тому, чтобы перестало на тебя влиять то, что ты видишь. Это откровение. Знание обстоятельства, ситуацию, какая она выглядит в духовном мире. И он ему, когда вот это всё над ними сгущалось, стеснялась, то есть их окружили, их начали искать, знаете. Всё началось с того, что Елисей, он ходил с открытыми глазами и просил за своего слугу. Подобно этому Павел, он писал ефесянам. Мне нравится первая глава, потому что Ефесянам, потому что Павел сразу им начинает говорить о том, что у них всё есть. Видимо, там проблемы были у ефесян. Они какие-то расстроены были или разочарованы. Он пишет там и пишет, всё есть, всякое духовное благословение. Они, наверное, тоже думали, ну так духовное понятно. Мы духовные там с головы до ног все благословены. А как бы что-то физическое увидеть? Он говорит, так вот, для этого, говорит, я молюсь, чтобы Бог просветил глаза ваши, чтобы вам познать и дальше перечислять и наследие, и силу, и всё остальное. Всё, что вам надо, чтобы вот это всё решить, это надо не вымолить, как в церквях учат, не выпросить, не выклинчить и даже не стоять в вере, а просто прозреть. И Елисей первое, что делал, он сразу сказал, Господь, надо, чтобы ты ему открыл глаза. И написано, и открыл глаза, и он увидел, что вся гора наполнена колесницами. Дальше, 18 стих. Вот как меняются обстоятельства. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея. И дальше Елисей обращается к этому войску. Посмотрите, как меняются обстоятельства без единого выстрела. Он говорит, пришёл к этому войску и говорит, это не та дорога, по которой вам надо идти, это вообще вы не в тот город пришли. И говорит, я тот человек, который провожу вас туда, куда надо. Только что они на него наседали, и вдруг у них меняется представление о ситуации. Я хочу сейчас вам сказать, что Господь их поразил не физической слепотой. Иначе бы они падали, спотыкались, и паника бы у них возникла. А они вдруг стали видеть так, как надо видеть Елисею. Потому что дальше написано, что он сказал, идите за мной. И вся эта огромная армия пошла за ним. Там не написано, что они поползли, или им поводырь нужен был. Они пошли, они видели. Физически они видели. И потому что дальше, смотрите, написано, когда он их привёл в Самарию, он сказал, открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их, и они увидели, что они в средине Самарии. И они пришли в себя, и думают, как мы здесь оказались. Ещё раз вам говорю, когда на человека нападает физическая тьма, физическая, он в панику впадает. Они не впали ни в какую панику, они просто стали слушать Елисея. Я делаю заключение, что это не была физическая слепота. Привожу пример из Нового Завета. Когда Павел проклял волхва, написано, что он ослеп. Помните? Говорит, и напала на него тьма, и он обратился туда-сюда, ища вожатого, ну, чтобы кто-то его повёл. Вот это физическая тьма. Здесь говорится о том, что эти люди перестали видеть реальность, в которой они находились. И он им говорит, пошлите, я вас отведу куда надо. И вдруг они начинают его слушать. Вот это самый основной секрет управления обстоятельствами. Когда ты в состоянии видеть реальность духовную, тогда ты начинаешь влиять на то, что то, что надо тебе, происходит в физическом мире. Когда ты сам этой реальности не знаешь, вот как Иисус за фарисеев говорил, слепой ведёт слепого. Куда ты ведёшь, ты сам ничего не видишь. Вы здесь? Итак, когда глаза открыты на духовную реальность, влияние видимого исчезает. Если ты хочешь управлять обстоятельствами, ещё раз говорю, тебе надо, чтобы они на тебя не влияли. Как это сделать, чтобы они на меня влияли? Они же существуют. Есть что-то большее, что существует. Это духовная реальность. И до тех пор, пока для тебя она второстепенная, физическая реальность вне зоны доступа, влияния твоего. Вы слышите? Алло. Итак, следствие. Влияние на духовную реальность других людей. Я сейчас даже говорю просто за людей. Вот, например, ты когда-нибудь пробивался куда-то, там, в банк, там, к врачам, ещё куда-то, и к начальнику, и они для тебя авторитет больше, чем духовная реальность. Вот я человек, который познал, что такое духовная реальность на работе. Я занял позицию. Кроме Господа, нет никаких царей у меня. Я на любой своей работе всегда делал то, что мне было надо. По служению, уезжал, там, когда мне говорят, что я не могу отпроситься. У меня вообще таких проблем не было. В милиции. Там, где вообще всё строго. Никогда. Потому что я занимал такую позицию. Мои глаза открыты. То есть это... А тебя могут выгнать? Конечно, могут. Могут. Но эти люди, они начинали делать то, что мне было надо. Они меня отпускали. Даже хитрили, чтобы не узнали вышестоящее. Просто меня тихонечко. Не останавливалась при этом ни зарплата, ничего. Знаете? Итак, смотрите. Елисей, поскольку это был человек с открытыми глазами на духовную реальность, на ту реальность, которая существует, независимо от того, веришь ты в неё или нет, он получает власть менять реальность жизни других людей. Он говорит, ослепи их. Они раз, и стали видеть то, что ему надо. Он говорит, а теперь привёл их туда и говорит, пусть они прозрят. Они хоп, и стали снова видеть. Понимаете? То же самое он сделал со своим слугой. Знаете, вот мне кажется, что Елисей, он был таким человеком, что это так просто. Ну посмотри, ну посмотри. Он не боялся, представьте, он вышел навстречу этому войску. Ему даже было интересно, чем это закончится. Они же его пришли искать. Он вышел, и написано, давайте ещё раз зачитаю. когда подошли к нему сириане, представьте, то есть сириане, это не просто издалека он там что-то сделал. Он вышел к ним. Кого ищем? Они такие, Елисея ищем. А, так вы не в тот город пришли. Пошли со мной. Ну ты, если бы знал, что тебя ищут, вот этот же слуга, он заметался, где какой подвал найти? А подвал найти было невозможно, потому что они окружили город, и сами жители бы, знаете, когда встал бы вопрос, сейчас мы вас всех вырежем, они бы этого Елисея тихонечко им выставили. Как всегда, это честные люди всё делают. Поэтому Елисей не понадеялся на людей. Он такой думает, а ну, тут сдадут две секунды, сами же ещё и убьют. Поэтому он вышел к ним, ещё и беду от города отвёл. Получил влияние на этих людей. Такое, знаете, какое сказочное просто, невероятное. Почему вдруг начальник начинает тебя слушать? Почему вдруг люди начинают хотеть быть рядом? Почему? Потому что больше физическая реальность на тебя не влияет. И когда ты из-под неё выходишь, этому есть способ только один. Какой? Видеть духовную реальность. Видеть её. Как её видеть? Мы сегодня и говорим об этом. Во-первых, надо её изучить. Какова она? Духовная реальность для тебя такова, что уже у тебя всё есть. Обстоятельства, как это войско, они тебя сдавливают и говорят, ничего у тебя нету, ничего не получишь. Тебе надо выйти к этим обстоятельствам. Смелее, выходишь и всё. Когда ты человек с открытыми глазами, ты получаешь влияние, и тебе никто ничего сделать не может. То есть ты уже управляешь. Пока ты находишься под этим, вот как люди, некоторые сидят в системе какой-то, и типа мы там, они нам говорят, ну мы тут ещё типа на что-то повлияем, внутри это невозможно. Пока ты находишься внутри, ты ничего не сделаешь. Надо выходить. Выходить из-под влияния. Выходить из обстоятельств. Иисус сказал Петру идти по воде. Последний пример привожу. На самом деле Петру ни в каком сне не приходило, что по воде можно ходить. Твердыня в этом вопросе у него была очень серьёзная. Какая? Он был рыбаком много лет. Всю жизнь возле моря прожил и никогда не видел, что кто-то пошёл по воде. И вдруг Иисус идёт. Специально идёт. Вот Пётр прозревает. Вот так. В этот момент его разум освобождается от постоянной вот этой непоколебимой твердыни, что по воде ходить нельзя. Оказывается, можно. Я далёк от мысли, что какое-то сейчас обстоятельство над тобой сильнее, чем победить закон природы и ходить по воде. Ну нет же. Ну просто у тебя нету видения, нету вот этого прозрения, что в духовном мире. Тебе вот вместо того, чтобы говорить, пусть вода там меня держит, да, пусть обстоятельства изменятся. Вместо этого тебе нужно изменить обстоятельства под ту духовную реальность, которая есть, но ты её не знаешь. И поэтому здесь не надо, знаете, основной принцип Нового Завета не менять решение Бога о чём-то. Даже не бороться с дьяволом. Тебе надо прозреть и понять, прозреть, какова духовная реальность вокруг тебя. И мы сегодня за неё говорим, у тебя всё есть. Я в Фейсбуке у себя опубликовал пост, если вы не видели, зайдите, посмотрите. За невежество. В Библии написано так, что от недостатка ведения гибнет народ. Но обычно на этом заканчивают фразу, а она продолжается дальше. Там написано, и поскольку ты отверг ведение, я отвергну тебя от священнодействия. Священник — это человек, который решает на земле всё, что он знает духовный мир. И даже если это плохой священник, он всё равно на земле всё решает. Мир становится ужасным. Самое ужасное, смотрите, Бог чем пугает человека, ну как пугает, угрожает ему, да, или как предупреждает. Говорит, я отвергну тебя от того, что ты сможешь всё решать. Если ты отвергнешь ведение, за тебя будут решать. И сегодня, вот представьте, большинство людей, вот то, о чём мы вначале говорили, они отвергнуты от священничества. Они ничего не могут решать. И поэтому решает всё один человек, который стоит на сцене, и он им говорит, я знаю там это, это. Почему? Потому что они не захотели знать ничего. Они сказали, нам он скажет. Сам узнай. Сам узнай. Сам будешь доминировать, сам будешь управлять. Священник — это человек, который решает всё, зная духовный мир. Елисей решил проблему государственную? Вот я вам пример зачитал. Ну серьёзно решил. Вы чё? Серьёзно решил. Они атаковали он постоянно. Он знал духовный мир. Он говорил, царь тебя там ждут, царь тебя там ждут. Здесь взял, в плен всех привёл. Поэтому, когда ты знаешь духовный мир, дорогой, я тебе просто сегодня призываю, вот эта молитва из Ефесян, из первой главы, когда Павел говорит, чтобы Бог просветил глаза ваши, просветил, чтобы вы знали, как вы богаты, и как вы сильны. В двух словах, вот так я говорю. И он не молился, чтобы Бог что-то там давал. Богатство, силу. Он говорит, просто вам надо прозреть. Я сегодня тебя призываю, чтобы ты просто начал прозревать. Изучать духовную реальность, которая есть, через вот это вот просвещение ума. То, что мы за ум всё время говорим. Начни думать головой, верующие. Верующие, это в основном люди стекаются в церкви, которые думать головой не хотят. Они придумали себе отмазку, чтобы не думать головой. Ну, есть же вера, зачем там голова не нужна? Правда. Вы знаете, что вот безумие, оно воспринимается, как вера. Вера, это не думать. Они ещё так призывают иногда. Отключи мозги, доверься Богу. Ну, даже первая заповедь Ветхого Завета говорит, возлюби Бога и всей крепостью, и разумением своим. Попытайся его понять. И поэтому, когда тебе говорят, отключи мозги, это дьявол пришёл проповедовать тебе разные сказки. Пора нам вернуться в наше священно действие. Хватит уже просто быть, как эти евреи в пустыне. Евреи в пустыне, они не захотели с Богом общаться. Вы читали, что там написано, что они за свои вечные жалобы остались в пустыне, за ропот, умерли в пустыне. На самом деле же Моисей, представьте, человек такой, как Моисей, он им был нужен только на период довести их до горы. Не до земли обетованной. После встречи с Богом на горе предполагалось, что они за несколько дней войдут в эту землю. И всё. Но они подошли к горе и говорят, Моисей, ты туда, мы здесь побудем. Вот это напряжение, вот это с Богом встречаться, давайте вот так, видимые вещи, вот нам они понятны. Не захотели они сделать то, что я сегодня тебе говорю, прозревать, что-то там выстраивать в духовном мире, а не какие-то они. И тогда Бог сказал, тогда Моисей. Всегда считается, что Моисей должен был ввести их в землю обетованную. Но он даже сам туда из-за них не вошёл. Допекли, так что? И поэтому он их должен был привести к горе, когда мы говорим о том, что, а куда вывел Бог из Египта? Он написан, я привёл вас к себе. Это была цель номер один. Даже выйдя сейчас из какой-то системы, если ты не встретишься с Богом, ты опять не получишь никакой обетованной земли. Личная встреча. Уже не жди, что пастор тебя приведёт куда-то. Ну и не ходи. Знаешь, некоторые люди занимают позицию, что они такие, ну всё, значит, пастор мне не нужен. Ну хорошо, не нужен, но Бог-то тебе нужен. Ровно до встречи с Богом тебе нужен пастор. По-настоящему. Всё, тогда ты будешь свободным человеком, и мы что-то вместе будем делать. Но они не захотели. Говорят, давай ты, а мы у тебя слушать будем. Но это не схема Нового Завета. Это Ветхозаветная проклятая, уже отвергнутая Богом система, что кто-то один кого-то куда-то ведёт. Вы слышите? Хорошо, дорогие, давайте тогда помолимся. Молимся.